всем привет друзья мои я блогер из турции из города мерсин вы на канале светлана ата добро пожаловать ко мне хочу с вами поговорить насчет медицины в турции медицины именно мерси мерсине то что пережила испытала на себе хочу поделиться своими ощущениями и может чему-то научу вас дам идеальный совет как к себе быть как вообще быть в той или иной ситуации когда попадаешь на скорой больнице но и естественно я в стрессовом состоянии в шоковом не понимала куда везут но у нас привезли больницу оказалось это государственная больница в коридоре мне померили давление было пониженное и вы знаете что мне удивило то что мне не обезболили скорой вообще благодарю бога то что я имею медицинское образование потому что я сама себе не дала погибнуть я говорите с уверенностью во первых я там попросила когда я упала под вас валилась у меня опухла коленостопный сустав я быстро попросила лед у этих сирийцев они еле догадались или поняли что это такое что по-турински нормально не умели говорить не понимали во вторых да я так терпела даже спроси когда аж кэм сидел скорая рядом со мной а почему мне не обезболили ничего только поставили внутривенный катетер здесь померили давление и все и повезли мне в больницу больницу в коридоре тоже самое померили давление он не пощупал врач молодой был коридоре на каталке не спросил что у меня болит где болит я сказала нога там болит мой муж тоже ему объясню я вообще была же таком еще состоянии непонятно мне значит сделали рентген перевели приемное отделение там и переложили на постель и когда они мне поставили систему я сказала искать не померяю давление потому что мне очень слабость такая сильно померили давление у меня она была упала 5 к и на мне подняли нижние конечности на вас в возвышенном положении должны быть думаю хорошо что я сказала потом защите я сказал ашка машка у меня такие синяки нужно два часа холод покой при травмах и обезболивание первая помощь зафиксировать конечности в неподвижном состоянии и я попросила лед и вот положила лед на два голеностопных суставах и так я короче заснула и просто удивилась почему мне не сделали томографию это я уже до нее дошло на второй день ашка ему говорю почему так как у вас турции так может у нас говорю в грузии пока человек допустим не обследовать все не отпускает ну как можно только поверили на слово что у меня один голеностопный сустав друзья мои я в шоке я в шоке я не знаю дай бог мне быстро встать на ноги если вдруг что-то мне будет беспокоить не обязательно пойду к врачу не знаю кому идти если видите я тут все здорово и мне выписали только крем мне выписали лекарства для мышц вот не даже не смотрела какое потому что мне не до этого было но я пью мне легче устало и то аптеки были все закрыты и мужа моего очень много таких лекарств если мы советовали заловка она же у меня фармацевт и я принимаю я сама начала пить антибиотик потому что у меня я испугалась когда травма такая сильная неизвестно что у меня на крестце очень большой пингауна с бедра до коленом не буду даже показывать потому что это все уже все все друзья мои хватит болеть у меня уже надоело мне болеть вы хотите видеть меня позитивную вот вы будете видеть такое все я просто рассказываю о своих ощущениях с чем быть осторожным к чему быть готовым все нужно говорить сделайте это сделайте то потому что если не будете говорить они не знаю в моем случае не соображали что делать и только я стала засыпать после системы вот когда закончили систему мне разбудили сказали иди домой а я гураш кому как мне только что сейчас стало легче я стала успокаиваться я хочу спать они как мне не идите говорит идите домой привезли кресло и пересадили и вот я уже в такси приехала домой вот такие вот дела вот такая вот медицина здесь в мерсине ну конечно я не говорю за другие больницы здесь условия больницы конечно шикарные все но знания у врачей вот мне не повезло не то что не повезло но просто может нас учили очень многому да и вы знаете что я заметила что здесь катетер внутривенный ставит врач да и поэтому я удивилась даже у нас делать все это медсестра и когда я пошла вот медикал парк и рассказала о своих знаниях что я умею со стасклом и ставить там то все менять со стасклом и это катетер мочевой пузырь вы сами знаете если катетеризацию делала и все-все-все вот они испугались говорит нет вы знаете как врач говорит у нас не медсестра врач на таком уровне и не разрешили но если честно я сейчас не хочу возвращаться в свою профессию потому что это во-первых режим это опять надо утром вставать потому что там начинается рабочий день больницах кажется восемь часов или девять за сколько надо встать чтобы дойти туда во-первых кому-то подчиняться хотя зарплаты в государственных хороших но в государственных больницах нам иностранцам не светит работа это только в частных клиниках ну а там уже от за выработка наверное часов от пациентов и всего остального еще хочу добавить чтобы вы не удивлялись тому что если у вас возьмут кровь с вены или с пальца и вам не обработают ваткой смочили спиртом вы должны к этому быть совершенно спокойны потому что в турции такого не делают но у меня по крайней мере все говорю о мерсине а то что со мной произошло даже в тот момент когда я для бракосочетания подавала документы и нужно было сдать кровь с вены мы с мужем пошли мне просто протерли сухой ватой сделали укол взяли кровь и опять же положили сухую вату даже когда меня забрала машина скорой помощи и я поставили мне внутривенный катетер я тоже они ничем не обработали абсолютно и после того как сняли катетер тоже ничем не обработали вот я не знаю почему у них не обрабатывают алкоголь а может смеется и говорит что здесь турции никакая инфекция не цепляется поэтому говорит мы не обрабатываем с ватой смочен и спиртом будьте готовы и к этому тоже я не говорю о всей медицине в турции я только рассказываю то что коснулась меня есть очень хорошие врачи мне кажется то что мы ходим в государственные больницы может поэтому там такое отношение к людям даже мой муж говорил что раньше тут там вообще не обращали внимание и подправляли в госуфов частной клинике где можно было содрать деньги сейчас как-то последние года усилили контроль в государственных в больницах и более-менее стали оказывать помощь людям даже я вот несколько раз два раза обратилась государственную больницу к стоматологу и мне нужно было запломбировать зуб да мне очень понравилось там все чистота порядок все на высшем уровне больница аппаратура все но даже понравилось как мне сделали пломбу сделали но это пломба через два месяца у меня упал второй раз мне пришлось обратиться в больницу там нужно за неделю за десять дней записываться это раз во вторых когда я пошла мне никто не смог оказать помощь потому что нужно было зуб у меня зуб поломался и нужно было нарастить наращиванием здесь не занимаются гелевые и еще был вот этот зуб значит который пломба выпала говорит надо вырывать я поехала в грузию и мой врач мне ее за его запломбировал они не пломбируют зубы мудрости понимаете ну совсем по-другому думают и и когда я вместе не нашла русскоязычного врача-стоматолога алиночка мне очень я довольна ее руками и вообще работа и все она значит объяснила мне и но открыла глаза на много чего вот то что когда они ставят мосты и в турции они не открывают каналы не убивают нервы ничего они не делают они вот моего мужа когда я смотрела рентген делали мне ему у него у меня все там до конца запломбированы каналы были а у него вообще не тронутый канал мы и стран с советского союза у нас совсем по-другому и отношение к медицине к своему долгу и поэтому мы не понимаем многих чего вещей но со временем я ко всему это привыкаю конечно еще знать что хотела добавить что наверное нужно ходить обращаться к че в частную клинику и когда ты платишь огромные деньги вот тогда вот нужно требовать намного больше чем по по страховке моего мужа мне все положено бесплатно наверное такое же отношение даже я вот ходила делала зоб эхоскопию говорят все нормально хотя бы не в грузии сказали как перед замужеством ты контролируй там свою щитовидную железу когда я помню были не одно время подъема и давление я тоже пошла к терапевту кардиологу сделать эхоскопию сердце и когда я сказала померите пожалуйста мне давление он говорит у меня тонометр испортился я была в шоке представьте он мне положил на эхоскопию сердца сделал все как нормально в общем я себе так здесь чувствую я вообще здесь такая здоровая друзья мои серьезно я летаю что у меня все здорово кровь у меня отличная в грузии но были кое-какие то проблемы со здоровьем вечно а тут представляете как климат мне подошел я люблю поэтому ходить к нашим врачам когда я иду туда не осматривает у меня я выхожу вся сияющая потому что у меня все здорово и вот так вот так что с одной стороны и люблю я вот врачей в мерсине и лекарство как вот если я уже коснулась этой темы медицинская я хочу вам рассказать секрет как здесь выписывать лекарства и с чем я столкнулась что ты хочешь из лекарств что положено по страховке твоего мужа все им говори они тебе все выпишут еще раз всем привет 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 с вами светлана тарь прихорошилась для фотографий два раза в год профилактических целях я принимаю препараты для разжижения крови а также делаю противоглистную терапию обязательно потому что мы здесь очень много кушаем травы и в принципе я обрабатываю всегда в уксусной воде и в соленой но нужно обязательно этим заниматься да ну мне кажется уже достаточно я наговорила наболтала с медицины в мерсе не перешла на свое личное но я люблю поговорить на медицинские темы и богу спасибо еще раз то что я имею здесь образование и сама себе режиссер сама себе доктор и лечу своего мужа мой муж когда со мной познакомился после никогда не обращался к врачам а раньше когда встречались то туда пойдет то сюда пойдет я удивлялась а как что какая-то вдруг царапина этот бежит к врачу а сейчас он полностью расслабился и доверяет мне так что все спасибо вам смотрите видео дальше мы с этим сашки вам кушаем посмотрите что мы сделали и это приготовила шкам и я вместе как все это сделала я ему да подавала он все сам мисел потому что много надо сил у меня сил нету есть такой салат горячий с картошки мут любит он такое и мы сели очень вкусный суп очень чок глюзы лезет ли чорба Вот так надо заворачивать Все, приятного аппетита Да, и хочу вас всех поблагодарить Спасибо вам огромное Преогромное, что вы меня помните Что вы меня уважаете, цените Спасибо вам большое Дай Бог вам всем здоровья Ставьте лайки, подпишись на мой канал Нажми на колокольчик и на все уведомления